Мир вам, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегет мы обсуждаем различные места Священного Писания, трудные или которые кажутся трудными. Но вот сегодня мы, так сказать, поговорим без обиняков, напрямую о том, как есть. Вот апостол Павел, так сказать, не в бровь, а в глаз произносит буквально следующее. Ну, он не только от самого себя, а от лица всех людей фактически. «В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Вот, ни много ни мало, но оказывается, в наших членах, в членах нашей плоти действует некий закон. Ну, мы говорим, это закон греха, который буквально противоречит нашему уму. То есть, бывает так, вот мы думаем одно, а плоть заставляет нас поступать по-другому. Поэтому в тех же словах, вот мы еще прочитаем это, там у него такие слова, что «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Так вот, в чем тут суть? Дело в том, что Священное Писание, оно говорит нам правду. Вообще, во всех смыслах правду. Это вот как такое зеркало, да, вот как в народных загадках есть вот про зеркало сказано «и сияет, и блестит, никому оно не льстит». То есть, зеркало не будет тебе льстить. Вот каков ты есть, таким оно тебя, и, так сказать, вот покажет, изобразит. Поэтому нечего на зеркало пенять, да, если лицо не совсем, так сказать, вот прямо. И Священное Писание — это такое зеркало, которое, понимаете, оно вот и божественный мир отражает. Оно показывает, каков Господь, что Бог есть любовь, и настолько Он любит, что Он приходит сюда, к нам вот таким безобразным, грешным, которые стыдимся даже в зеркало посмотреть, и становятся рядом с нами, чтобы исцелить нас от нашей проказы, проказы греховных. Но Священное Писание показывает, и какие мы есть на самом деле. Собственно, для чего и Христу приходить, да, если бы мы были все такие вот здоровые, правильные, чистые, тогда зачем и был бы нужен Спаситель? А вот апостол Павел и вскрывает вот эту вот правду, и Священное Писание говорит, что, оказывается, у нас в членах наших, в плотских членах наших, действует закон греховный, который буквально заставляет нас грешить, и это действительно так. Вот бывает человек, он, ну, допустим, у него там и четыре высших образования, весь он такой талантливый, весь он, его там могут и на сцене слушать, и по телевизору его показывают, и его там цитируют, и вспоминают, и улыбаются. А в личной жизни он, ну, просто вот страх какой-то, как он живет. И потом, конечно же, это все описывается в журналах, что такой артист там такой-то, он четыре раза там женился, переженился, там какие-то любовницы, а такой ушел к такой пришел, потом к этой вернулся, или там разведенный, переразведенный, от кого какой ребенок родился. Но вы думаете, что простые, так сказать, не артисты, а простые там электрики, слесари, сантехники, они по-другому живут? То есть на них страсти плотские иначе действуют как-то? Нет, просто про них не пишут, потому что есть личности медийные, которые блистают своими талантами, и вот их подноготное как раз и интересует. И вот скрывается вот это вот безобразие человеческой натуры. И хотим мы того или нет, но вот эта вот греховная наша подноготная, она зачастую вылазит. И ничегошеньки мы не можем с этим поделать. Вот даже такой знаменитый наш полководец Михаил Илларионович Кутузов, безусловно, герой. И, кстати, Господь своим промыслом неоднократно ему жизнь спасал. Вот помните, у него же глаз почему поврежден? Потому что в Крыму это, насколько помню, было, пуля буквально попадает ему в висок и проходит сквозь глаз, выходит у другого глаза. Рана считалась смертельной, его омыли, лицо Кутузова омыли, рядом был родник, чудотворный родник. И происходит действительно буквально чудо, Кутузов не умирает, хотя глаз его был поврежден. Потом, кстати, было тоже вторичное, такое весьма страшное ранение. Опять Господь сохраняет ему жизнь. То есть, как бы Господь приготовил его для главного дела жизни, чтобы уже противоборствовать Наполеону, который вторгся в нас. И Кутузов, кстати, умирает именно тогда, когда Наполеона смог прогнать с наших пределов. Но при этом, что мы видим? Адъютант Кутузова напрямую говорит о нем, что он обожатель женского пола. И император Александр I говорит, да это вот старый одноглазый сатир. И оказывается, что он очень любил таких вот юных девушек, зачастую лет 14-15. Вот сами подумайте, как бы сейчас назвали такого человека, который любит еще несовершеннолетних девушек. И во время войны с Наполеоном он тоже возил 15-летнюю Василису, ну, переодел ее в такую вот уже военную мужскую форму и называл там ее Васей, чтобы как бы скрыть, что это вот девушка. И так вот она была при нем вплоть до самой его смерти. Но это мы говорим для чего? Для того, чтобы, вот бывает человек, у него невероятные свершения. Он полезен для Отечества. Он приносит несомненный вклад. Он тоже является орудием промысла Божия, но самого себя победить не может. Вот настолько плоские вот эти томные начала, они им овладевают. И действительно, это как закон греха, который живет в нас. И вот в этой связи мы как раз давайте прочитаем, что пишет апостол Павел более подробно. Это седьмая глава. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, платян, продан греху». То есть закон духовен, ну, действительно, закон Божий, он говорит о духовных вещах, о том, что ты вот не прилипляйся к видимому, а вспомни про бессмертную душу, о том, что самое главное, и душа наша, она дороже всех сокровищ мира. Но мы-то заключены в оплоть. А плоть у нас от кого? От падшего Адама. И продолжает апостол Павел, «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Ну, это вот как, знаете, поломка компьютера. Ну, какая поломка? То есть как компьютерный вирус, когда ты включаешь, и вдруг раз, а программа не работает, зависает. И ты и так, и сяк, и вот вроде бы твой ноутбук функционирует, но при этом часть его таких вот важных функций, они не действуют. И там какая-то неразбериха, и нужно перезагружать, обновлять. Нужно обновление такому компьютеру, да, и лечение его от этого вируса. Вот так вот вирус греха, который через нашего правоца, Адама, через Еву, он вторгся в наше естество, и он портит у нас внутри буквально всё. То есть наступила такая дисгармония. Мы вроде бы хотим и любим добро, да. Нет такого человека, у которого абсолютно спала бы совесть. Мы любим добро, но мы зачастую не можем с этим справиться. Мы делаем зло, и не можем никак себя победить. Вот апостол продолжает, «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». Ну, закон Божий действительно добрый, призывает нас только к доброму, «а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». То есть вот эта вот поломка внутри меня самого. «Ибо знаю, что не живет во мне то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу». Вот есть желание добра. И у любого человека, повторим, и даже вот антично, ещё до Христа философы, и у них были тоже свои добродетели. Вот известны вот эти четыре философские добродетели. Мужество, мудрость, справедливость, воздержание. Вот воздержание – одна из таких ключевых добродетелей. То есть, да, человечество всегда благоговело перед этим, но не могло справиться с самим собой. Вот Синека, допустим, прекрасный философ, а его ученик кто? Нерон. И Нерон в итоге что? Он приказывает, чтобы Синека покончил с собой, Нерон и маму свою собственную распорядился убить, и брата своего, а потом и наставника своего собственного. То есть где же вот это философское воспитание, где же эти античные добродетели? А потому что подозрительность, вот эта вот тоже некая внутренняя душевная поломка внутри, ну, в частности, Нерона, она приводит к катастрофическим последствиям, из-за чего люди страдают на самом деле. Люди страдают не из-за бедности, не из-за отсутствия денег, не из-за того, что там ветхое жилье или чего. Люди страдают из-за поломки своей собственной души, из-за того, что нас внутри грызут наши страсти. Вот человек увидел другого, и, ну, там у него что-то есть, а у тебя нет, да? И вот зависть, она тебя просто изведет полностью, да? Или обида, или какое-то там негодование, вспыльчивость, раздражение. Это все то, что уничтожает нас внутри. Это как змеи, которые сидят вот в этой мрачной пещере, вот эта пещера и есть, грешный человек, лишенный благодати Божией, лишенный света Божия, и его кусают, его собственные страсти, вот эти ядовитые змеи кусают, жалют, в него впускают свой яд, который его же отравляет. И такой человек, он от своих грешных мыслей, он буквально это как яд, как токсины греха, которые изнутри не дают ему покоя. Зависть, обиды, осуждение, раздражение. И зачастую вот слышишь, как, допустим, два других человека, о чем они говорят? О том, что все не так, вот начальник поступил плохо, что законы не те, все не то, что жена не такая. И идет вот это постоянное негодование, бурление, как будто кипит какой-то котел, в котором пузырьки, вот они клокочут, а это все помыслы беспокойного и раздраженного человека. Это его собственная греховная страстность, прекрасность его изъедает изнутри и мучает. И вот Священное Писание, оно как раз как зеркало отражает правду. Что же есть такое испорченный человек? Что же есть мы на самом деле? Каждый из нас. Доброго, которого хочу, не делаю. А злой, которого не хочу, делаю. И действительно, вот бывает так, какой-то человек, да любой из нас, он, вот я все-таки, ну, хочу простить его, а не могу. Вот понимаю, что надо бы простить. То есть есть у меня вот это представление о добре, о том, что надо простить, надо отпустить это, надо поступить по-доброму. Вот хочу и не могу, а злое, которого не хочу, делаю, оно побеждает. Вот знаю, что не надо завидовать, знаю, что не надо гордиться, знаю, что не надо осуждать, что это прекрасно, и это вдохновляет, вот это как некий идеал для моего сердца, но я сам не могу себя победить, и это во мне преобладает. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законах, в законе Божьем. Но в членах моих, вот мы цитировали это, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Вот на самом деле вся катастрофа и беда человека именно в том, что мы все вот, понимаете, мы наследники вот этого грехопадения, и мы сами как бы повторяем это грехопадение в своей собственной жизни. И в чем суть расстройства греховного? Это вот как рассечение человеческого естества. Вот когда человек был вместе с Богом, он был в первозданном раю. Ведь рай это что? Это не когда вокруг просто какой-то красивый сад, когда вот Господь все сделал такое красивое, никто не умирает, все наслаждаются, вкушают какие-то плоды. Нет, рай это когда человек своим сердцем, сердцевиной своей жизни причастен Богу. Поэтому Адам жил в раю, и рай жил в Адаме. То есть рай как богообщение, как наполненность души человеческой благодать у Святого Духа. А грехопадение — это вот как трещина. Вот представьте какой-нибудь сосуд, в котором драгоценное миро благоухающее, прекрасное, дорогое миро хранится. Но вот по неосторожности ты обронил этот сосуд, он падает, дает трещины или даже раскалывается, и миро вытекает. Вот миро вытекло, человек через грех, через вот этот вот свой проступок, неосторожный проступок, человек теряет благодать Святого Духа, становится опустошенным сосудом, но еще и расколотым. И поэтому зачастую вот что такое? Наш внутренний мир, он не имеет цельности. То есть мысли наши, они как вот скачут, когда ты вот держишь, допустим, горсть вот шариков каких-нибудь, и вот выронил их, и они поскакали в разные стороны, эти шарики. Вот то же самое у нас и мысли. Ну, обратите внимание, вот проснулись, и о чем думают? Так вот, что там у меня на работе будет? А вот что надо купить? А куда пойти? А что мне там сказал сосед? А вот жена или муж? А вот с детьми? И помыслы скачут туда-сюда, и получается так, что мы рассеченные на тысячу внутренних таких направлений, про Бога уже не вспоминаем, и в этом таком вот рассечении мы не испытываем счастья, мы буквально угасаем. Это произвел именно грех, потому что человек лишился благодати Святого Духа. Вот мне нравится еще такой образ. Вот знаете, дети, у них, ну, самые маленькие такие дети, там буквально около двух лет, вот у них есть такая игрушка, когда на стержень нанизываются колечки. И вначале там большое, потом поменьше, и выстраивается такая пирамидка. И вот когда эта пирамидка, она нанизана на стержень, то в ней есть некая прочность. А вот представьте, что вот такую же пирамидку, ее можно тоже составить без стержня. И внешне она будет представлять собой ту же пирамидку, но достаточно к ней прикоснуться, и тут же все валится. А почему? Потому что нет стержня. Вот подлинным стержнем для человека, для человеческой души, вообще для нашего естества духовно-телесного, является только благодать Святого Духа. Без нее все сразу рушится. И достаточно нам прикоснуться, как мы вспыхиваем каким-то негодованием. Вот вроде едут все по дороге, такие приличные люди, которые трудятся на ответственных работах, но достаточно минут сорок постоять в пробке, и у всех начинают просто голову сносить. И достаточно где-то там кто-то кому-то резкое слово скажет, и тут же вспыхивает какой-то конфликт. То есть мы очень быстро заваливаемся, потому что у нас нет внутреннего стержня, у нас нет вот этой благодати Святого Духа, которая восстановила бы наше естество, так что мы могли бы... То есть какая разница, кто к нам прикоснулся, если у нас есть самое главное. Если с нами Господь, сама вечная жизнь, если есть вот эта вот сияющая радость, как это было у преподобного Паисия Святогорцев, то наоборот другие люди, они будут умиротворяться вблизи с таким человеком, а не имеешь ты этого, и поэтому очень быстро рушишься, падаешь, рассыпаешься, и вот утратив благодать Святого Духа, мы что? Мы стали опустошенными, мы стали рассеянными, разделенными, да, и наступает вот это вот страшное раздвоение человеческой личности, когда ты вроде бы что-то любишь, но поступаешь вопреки этому. И бывает так, что человек, он вроде бы тянется к целомудрию, но при этом тут же какое-то вот раздвоение, нет, вот дай-ка я себя там удовлетворю какой-нибудь плотской страстью, ну, тоже по-разному, кстати, кто-то там с девочками, женщинами, кто-то там у какие-то извращения, кто-то сам собой, в общем, эта сфера интимная, она быстро вскрывает нашу подлинную, греховную натуру, и вот даже святые люди, они проходили через это, как здесь очень показателен Блаженный Августин, и очень рекомендую прочитать его исповедь, Блаженный Августин, который, ну, поначалу он, это мама его, она, такой у него был твердый, цельный характер, она святая, прославлена в лике святых, святая Моника, а Августин, он поначалу колебался, он находился еще только в разряде оглашенных, вот он увлекся античной философией, кстати, и там он познакомился с добродетелями, он понимал, античные философы признавали, что есть высший Бог, даже не боги какие-то милые, а именно высший Бог, это мы встречаем у некоторых античных философов, и они говорили о добродетелях, но вот силы исполнить эти добродетели у Августины не было, и он понимает, что не может победить самого себя, и уже в 17-летнем возрасте он вступает в сожительство, тоже с одной там девицей, ну, даже это был не брак, а был такой конкубинат, то есть неравный брак, что она из низшего сословия, просто это некое сожительство, и был у него сын от этого сожительства, и он даже сохранилось, что он, такая молитва, что Боже, сделай меня, Боже благий, сделай меня целомудренным, но только не сейчас, а попозже, то есть, да, я признаю, что есть вот красота закона Божия, есть красота целомудрия, но вот сейчас я все-таки не могу этому вступить, вот это вот раздвоение человеческой личности, что вроде бы любовь к целомудрию, к добродетели, но в то же время тяготение к чему-то низменному, и поэтому Августин, когда он не мог победить себя, он даже пришел к манихейству, а манихейство это что? Это представление, что вот изначально два начала, добро и зло, что они совечны, ну раз Августин рассуждал так, раз я не могу победить зло, значит оно равночестно добру, значит зло существует предвечно, как и добро существовало предвечно, и только потом, когда все-таки у него наступил этот уникальный опыт победы над собой, то он расстался с манихейством, а до этого времени нет, до этого времени он не мог, и даже когда мама его, вот он прожил 13 лет с сожительницей, то есть до 30 лет, а потом мама ему говорит, вот святая его мама говорит, все, хватит Августин, давай, начинай жить уже по-нормальному, но если ты не можешь, так сказать, вот бесплатской жизни, то вступай в законный брак, вот эта сожительность тебе не подходит, и мама находит ему какую-то из благочестивой семьи невесту, но получилось так, что для законного возраста этой невесте нужно было еще два года, так сказать, взрослеть, и Августин расстается вот с сожительницей, он думает, ну вот надо подождать два года, и вот он не выдерживает, и вступает с еще одной сожительницей в плотскую связь, и вот он в колебаниях, в поисках, потом услышит святого Амросия Медиаланского, а однажды он, вот у него уже внутренние такие у него смятения, скитания, поиски, и происходит в каком-то смысле как Божие такое призвание, когда он услышал как будто детский голос, возьми, читай, возьми, читай, и это голос его как вот встрепенул, фактически ангельский это был голос, и он тут же взял книгу Священного Писания, открывает на словах апостола Павла, это была 13 глава, последний стих главы, и когда он открыл, это стало лично для него как откровением и переворотом всей его жизни, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и записти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в похоти. И Августин тут же, он разрыдался, у него такое покаяние, что внутри переворот, и он всецело уже, во-первых, становится чадом церкви православной, он расстается вот с этой сожительницей, к прежней не возвращается, и ведет уже целомудренный образ жизни и достигает невероятных высот на пути своего духовного подвижничества, то есть, оказывается, возможно, победа над грехом, и ведь, собственно, апостол Павел, после тех слов, которые мы цитировали, он что дальше говорит? «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Да, невозможно, сам я себя не могу исцелить, я не могу своими собственными силами, но, пишет Павел, благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим, потому что вот в ком спасение, вот кто наш спаситель, кто наш исцелитель, это Господь Иисус Христос, он, собственно, для того и воспринял человеческую природу, чтобы исцелить природу, чтобы показать, насколько человеческая жизнь может быть духовно здравой, и чтобы обрести это здравие, нужно приобщиться к Христу, и так, тот же самый я умом моим служу закону Божию, оплотю закону греха, но нам дана возможность побеждать это, вот один знакомый, Илья, Илья его зовут, он, ну, входил там в одну преступную группировку, много было там, кто Ореховский, там, кто какие-то там Люберецкий, кто какие, в общем, в 90-е годы, много их было, этих группировок, и по-всякому там разбойничали, и он говорил так, что я вот все время жил там с тремя девушками, ну, в смысле, в разных местах эти девушки, с одной там переспит, потом там со второй, потом с третьей, и при этом всегда искал там четвертую, как только четвертая находилась, одна из этих трех выпадала, то всегда было как бы три, но потом тоже вот происходит какой-то жизненный переворот, настолько ему, во-первых, опротивила вся вот эта вот жизнь преступная, что он просто вот пошел в храм, и как будто вера в Бога в нем проснулась, по примеру блаженного Августина, что уже не надо попечение о плоти превращать в похоти, и надо пробудиться и вести себя как днем, а не как ночью. И когда он обратился уже ко Христу и стал, то это вот как в одночасье все отсечено, эти все блудницы отошли, он вступил в законный брак и стал уже вести вполне такой православный образ жизни, то есть победа, она в каком-то смысле возможна, если вот наступает такая внутренняя полная решимость вот быть всецело с Богом. И, наверное, рационально мы все-таки не можем до конца это изъяснить, это такая вот тайна человеческого преображения, тайна покаяния и силы покаяния, потому что не всегда это у нас так наступает, вот мы знаем, допустим, святого Иоанна Многострадального, Киево-Печерского святого, который длительное время был искушаем бесами, именно дух блуда, и ни пост ему не помогал, ни молитв, никакие правила, и потом просто вот как некое откровение ему было, чтобы он великим постом закопал себя по плечи в пещере преподобного Антония Печерского и там молился, и даже ему там дьявол являлся, как будто пытаются схватить его голову, но он молился и очень просил, смиренно просил Господа помочь ему, и все рассеялось, и вот этот дьявол исчез, и все эти искушения отошли, и на самом деле победа, она дается за смирение, за смирение души, вот многие этого не понимают, они думают, ну, смирение это одно, целомудрие это другое, да, и, ну, так же, как вроде бы гордость и блуд не связаны, на самом деле нет, гордый человек очень легко впадает в блуд, если ты гордый, то ты полагаешься только на себя, если ты гордый, ты ставишь себя, так сказать, выше других, всецело отделяешь себя, отсекаешь от Бога, а без Божьей благодати ты очень легко подпадешь под эти страсти, под эти плотские пороки, а смирение, подлинное смирение, оно как раз влечет за собой и другие добродетели, в том числе целомудрие, воздержание, и вот как говорит апостол Павел, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, потому что через него как раз и есть вот это преодоление плотских порогов, но повторим, что Священное Писание, вот оно является зеркалом, оно правдиво нам показывает, что у нас внутри живет вот это рассечение, что мы, наши мысли не всегда соответствуют нашему собственному желанию, как это ни странно, ну что же это, скажем, как некая такая вот шизофрения, ну да, в каком-то смысле это так, но в плане духовного расстройства личности, то есть человек, лишенный благодати Святого Духа, он действительно раздвоенный, расстроенный, он может сказать по любви вроде бы жениться, жить с женой, но при этом заглядываясь на других, то есть идет вот такое рассечение, но преодолевается это благодатью Божией, потому что благодать Святого Духа, она возвращает цельность рассеченной человеческой душе, приобщаемся мы благодатью Божией посредством смирения, посредством в целом вот той духовной жизни, о которой свидетельствует православная церковь, молитва, покаяние искреннее, и, конечно, вот как еще святые отцы, они говорят, они дают такой совет, что ну да, вот хочешь ты или не хочешь, ты будешь искушаем всегда, но представь, что какие-то, допустим, вот эти вот змеи, вот они сидят в этой пещере, но они не получают корма, да, они шипят там, как-то елозят, они очень возбуждены из-за своего голода, но если их, вот они закрыты в этой пещере, им не подбрасывать корма, то со временем они просто вот умрут, поэтому не подпитывай своих вот этих блудных змей, чем не подпитывай, просмотром каких-то не очень хороших картинок в интернете, не слушай те речи, которые влекут тебя к блуду, не смотри этого по телевизору, в общем, отсеки все, что рождает тебе впечатление блуда, а вот впечатление святыни, святости, вот когда мы, допустим, ну бывают такие в жизни моменты, когда мы или посетили какое-то вот святое место, да, или в храме нас вдруг что-то озарило, и в душе наступает особое состояние благоговения и святыни, тогда действительно отступают вот эти вот страсти, и подобные состояния, их хорошо время от времени вспоминать, особенно когда вот подступают какие-то плотские грехи, в общем, мы находимся на поприще борьбы, есть в нас любовь к доброму, но есть и то злое, что нас пытаются не спровергнуть в ад, но есть и помощь от Господа, есть благодать Божия, которой, если мы приобщимся, то она исцелит нас, но и скажу так, что бывает, иногда Господь просто вот смиряет какое-то время человека, что он не может еще до конца победить свои плотские страсти, потому что если он победит вот именно вот эту страсть, он может так возгордиться, что будет хуже любого блудника, гордый, гордый, он просто вот уподобляется дьяволу, а это хуже всего, иногда Господь через эти страсти, вот такие немощи телесные, смиряет душу человеческую, и через это вот неизъяснимым образом тоже приоткрывает нам путь духовного становления, а со временем Господь может и вот эти вот страсти, их тоже в нас победить. В общем, задача эта непростая, простого решения ее нет, но есть у нас Святая Церковь, есть Таинство, есть молитва, есть апостол Павел, который нас поддерживает, есть пример Блаженного Августина и прочих святых, которые прошли уже по этому пути, так что вот их молитвами да исцелит нас Господь от наших страстей и да поможет нам обрести вот именно свой путь, свой путь духовного освобождения. Храни всех, Господь, дорогие братья и сестры. КОНЕЦ